так это вторая часть эфира продолжение остались неотвеченные вопросы у ребят поэтому я позволю им быстренько их задать вот мне надо работать поэтому я тоже надолго сейчас не буду засиживаться так что давайте по-быстрому закончим начатое чтобы все ушли довольными спать и есть свой порог на ночь перед сном с молоком и с шоколадом так первое прекрасно молодец как раньше писали первый наш ох уж эти нулевые так давайте по-быстрому кто что там еще писал я не успел прочитать теперь закончился пишите спрашивайте я отвечу буквально минут 10 максим 15 и будем прощаться как попасть на тренировку написать мне личные сообщения не в директ почему мне до сих пор пишут в директ я уже столько раз писал что я не читаю пишут и пишут издеваются но я игнорирую упорно потому что есть другие способы связаться жаре значит лучше с белком употреблять то почему нет такого что лучше лучше хуже просто все зависит от целей например при наборе массы когда надо съедать очень много килокалорий раздельное питание является лучшим вариантом когда надо за день съесть как можно больше данными лезет раздельное питание позволяет быстрее переваривать и больше съедать да я летом это практиковал наполеон тебе лишь бы наполеон что дима мороженого не хватило есть мнение что кардио по силовой сводит на не света весь эффект от нее так ли это это полная бредятина абсолютно вашими побольше видео с тренировок да я больше не тренируюсь фактически какой видео с тренировок я дурака валя те мои тренировки которые сейчас я провожу стала проводить после двухмесячного перерыва они такие никакие так физкультура не интересно я может объединил просто все видео под какой-то хэштег который я раньше снимал выкладывал с тренировками и вы же после напишу что за хэштег чтобы вам легче было найти вот и еще мне задумка другая да это создание такого архив чека с видеороликами который будет вмещать себя всевозможные упражнения на все мышечные группы где я буду показывать правильную технику выполнения именно я потому что доверить это кому-то еще весьма рискованное дело когда относишься к принципу гибкой диете нас диеты на сушке негативные отношусь гибкой диете потому что по здоровью бьет форму можно с ней делать да если организм позволяет на здоровье влиять негативно колени то что было подготовки с коленями она уже вроде бы прошло но я же в австрии когда на доске катался повредил колено не на доске на танцах вот повредил колено соответственно связки сейчас заживают многие не тренируются декабря месяца уже уже три с половиной месяца не тренирую ноги тренировок своих подопечных подопечных не все мои подопечные во первых хотят это публичности да то есть у меня есть люди мы с ними шифруемся что они мои подопечные таких несколько человек вот есть люди ну просто которые не хотят никакой публичности чтобы их кто-то где-то снимал выкладывал вот а есть собственно ну а таких которых я бы мог как эталон идеальной техники выкладывать не уверен что такие есть но есть кто-то кто делает хорошо очень отдельные и это упражнение так чтобы человек мог сделать все упражнения на все мощные группы с офигительной техникой нет таких нет поэтому вот так лептиновая резистентность как бороться хорошо придумали лептиновая резистентность рис белый можно кушать то кушайте пожалуйста почему вредный то нет нет вредной еды и вы не думаете что я так категорично отношусь нет видите я увидели чуть-чуть чем вообще я могу вот не знаю взять сейчас зайти в приложение заказать себе наггетсов из макдака да вот эти вот в панировке филе куриное я их обожаю соусом соуса побольше чипсов там могу пойти мороженое с еще что-то что значит вредно пить вредно курить вредно помирать здоровым жалко есть у меня просто есть позиция что если есть цель четко и сильное желание добиться конкретного крутого результата какому-то сроку я считаю что имеет смысл идеально действовать выстроить свой режим и все свои приоритеты таким образом чтобы максимально выкладываться на достижение этой цели чтобы максимально быстро и с минимальными потерями по ресурсам достичь желаемого а потом уже все гулять отдыхать не париться ни о чем и жить себе спокойной жизнью потому что если вы все время будете давать себе послабление будете пытаться меньшей кровью добиться результата вы где-то будете не дорабатывать и результат ваш будет не максимальными не таким который бы увенчал ваш путь невероятно красивой и эффектной победой и вам вы будете оставаться неудовлетворенными и будете начинать снова и снова и снова и снова и вот раз и молодость моя бодибилдинг вся ушла и печаль да может и не только время но и здоровье потеряться как у меня например а павел расскажите пожалуйста так ниже какого уровня нельзя пускать граммах жиры углеводы на сушке жиры ниже 0,7 опускать нельзя вот я считаю в очень-очень исключительных случаях вот но тоже там определенные манипуляции при этом проводятся дополнительно углеводы по углеводам не готов сказать это очень очень разное кому-то кто-то сушится на 300 граммах углеводов в день в день без кардио видите кто-то сохнет ест там не знаю 400 грамм риса например да это 300 грамм углеводов примерно и сохнет без кардио кто-то так а кто-то и на 100 граммах тормозится поэтому не скажешь что пашечка сохрани эфир катенька хорошо сохраню сколько можно в дефиците находиться желательно на примере начал к с двух тысяч поможет был такой вопрос 2000 килокалорий 200 углей по воскресенье сразу три тысячи килокалорий чит дэй сейчас уже ступаться в ли три месяца сушки не ста грамм не буду не понял в обычный день 2000 килокалорий от чит дэй это 3000 килокалорий вы прикалываетесь серьезно у вас чит дэй 3000 килокалорий господи какая жесть привет привет да что добрый вечер подскажи пожалуйста сколько повинни может быть застой прогрессе сколько вы дурака будете валять только и будет может всю жизнь не застой прогрессе неповторимый господи что у вас сегодня за спасибо за желание заваливать меня комплиментами сейчас медвежья шерсть на щеках будет пробиваться любимые масла виноградной косточки тыквенная тыквенная вкусная но она быстро надъедает и от него прям кайфуешь кайфуешь а потом пацана надоело и надо месяца три так от него сдержаться потом опять можно вот еще вкусно масло заросли пшеницы вот 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 остальные так так средненько каким парфюмом пользуетесь вот два могу вам показать вот два могу вам показать и в сен ларон и в сен лорен именно ля парфюм у них есть ля интенс он не очень вот вот такой хороший да босс боттлд еще у меня стоит диор хом на работе вот 33 ароматы сейчас а при том что не валяешь дурака при том что не валяешь дурака не должно быть вообще застоя в прогрессе а так все я успел о два вопроса про парфюм ничего себе ну я вам уже ответил собственно вот вот видите я вас обогнал обогнал вас все если у вас нет больше вопросов я с вами буду прощаться и буду работать мне тут надо вломить люлей парочки любителей косячить вот если есть вопросы то быстро быстро прямо задавайте я быстро отвечу и пожелаю вам спокойной ночи расскажите про читы я видел бы с помощью него очень сильно разгоняли метаболизм ну а что тут рассказывать создаются специальные условия ну я могу свой как пример привести но это не руководство к действию имейте ввиду да то есть по идее я не должен говорить что делаю я это неправильно непрофессионально некорректно я должен говорить как делать надо как делать правильно в случае читы очень сложно сказать как делать надо и правильно потому что это очень индивидуальная штука вот лично я держал понедельник у меня было ноль ноль углеводов на подготовке прям ноль со вторника по субботу я держал 150 грамм крупы это примерно 100 грамм углеводов да вот и при этом шесть дней в неделю тренировался с понедельника по субботу включительно седьмой день воскресенье полный отдых и ел все что не приколочено вот и старался не пить воду вообще жидкость вот и собственно что 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 день этот классный что тут сказать спасибо почаще сделать эфир буду стараться на здоровье на здоровье на здоровье вам спасибо спасибо идут рубашки спасибо 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 вам большое ребята девчата очень добрые слова про диету Леши про Эмирякова что вы имеете ввиду то что я запостил это у него была такая фишка его была у него было несколько своих хэштегов которыми он там что-то обозначал эмиряков трип например когда он куда-то ездил вот диета эмирякова это когда он что-нибудь вкусное ел и как правило он этими хэштегами подписывал всякие джанк-фуд сладости какие-нибудь там не знаю пиццу бургеры алкоголь и так далее вот такие вот вещи почему не пил ничего почему я не пил потому что у меня как я уже говорил очень сильная инсулинорезистентность да и углеводы мой организм так как у других людей не воспринимает не видит не загоняет в клетку глюкоза плавает межклеточном пространстве вытягивая много жидкости задерживаю это поэтому за 4 за один день я прибавлял там 6-8 килограмм на подготовке и выпивал на ночь таблетку диуретика чугунного средства вот с воскресенья на понедельник чтобы хотя бы полтора-два килограмма этих слить лишних тем не менее все равно понедельник утром просыпался очень отекшим с повышенным давлением бывало такое что в ночь кровь из носа шла от толщина давления вот и более-менее сливалась вода только к среде при том что я херачил по полтора часа кардио в день силовые по два-два с половиной тоже такие жесткие объемные вот и углеводов в понедельник вообще было 0 во вторник уже соответственно 100 так что такие дела ну как я и говорил бодибилдинг это совершенно нездоровое занятие особенно соревновательный особенно в моем случае с моим таким упрямым неблагодарным не отзывчивым организмом который приходилось грузить как медикаментами так и тренировками так и диетой жестче чем обычные люди ну обычные спортсмены соревнующиеся это делают что такие дела вот ну что все все всем ответил все вы меня отпускаете можно с чистой совестью идти кушать ничего вкусного а не помело помело я сейчас буду кушать помело да если по анализам резистентности нет но вода очень сильно задерживается после щита в чем причина еще может быть так углеводный обмен я бы посмотрел пошире да то есть не только ну инсулин резистентность она еще очень сильно может меняться показатель туда-сюда я бы сдал несколько раз в разные промежутки времени глюкоза инсулин хомоэр и гликерный гемоглобин четыре показателя вот плюс другие причины отечности ну их огромное количество я писал под хэштегом павел баранов инфо несколько статей на эту тему проблем может быть в функционировании а 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 они тоже тоже можно зать анализы посмотреть возможно с альдостероном кстати для проблем ну собственно ренин ангиотензина альдостероновая система она и и зависит в том числе от секреции альдостерона организма но он тоже в ответ на некоторые внешние раздражающие факторы по-разному секретируется состояние функции почек посмотрите скорость клубочковых фильтрация посмотрите узи почек с контрастом что еще можно посмотреть ну половые гормоны эстрадиол параллактин посмотрите вот если это достаточно будет более широкий спектр можно будет ждать и и и и нервы кортизол нервы на нервной почве тоже можно отекать сильно если вы нервничаете переживаете депрессуете паритесь тоже будете отекать если не досыпаете тоже будете отекать короче много много факторов надо это собственно так вот это все обследовать комплексно вот щитовидка может быть причиной тоже много причины реально много ваза прессе в москве так сразу не скажу надо надо гуглить надо гуглить как скорее не одни ваза прессе на как а.д.г. анализ а.д.г. антидиуретический гормон запрессим тоже можно поискать посмотреть вот поэтому вот такие дела стоит добавлять масло в овсянку на подготовке выступлением конечно конечно у вас должны быть жиры конечно вас должны быть жиры на подготовке это как раз залог сохранения цикла даже к моменту выступления соревнований овсянка опасный продукт овсянка шикарный продукт г и высокие да нет если это нормально овсяные хлопья традиционные это не уже монастырский монастырский геркулес который 20 минут варится если вы его сильно не разваривать то все окей если еще добавляете отрубили клетчатки и масло то вообще все замечательно все друзья мне пора спасибо вам за ваши вопросы за любознательность за тягу и знанием за ваши комплименты которых сегодня было так много и внимание очень приятно я польщен честное слово рад что вы со мной что вы читаете слушаете и запоминаете надеюсь вот желаю вам успехов крепкого здоровья цените себя своих друзей любимых берегите тоже себя их и вперед дальше сквозь терник звездам всего вам доброго и спокойной ночи пока пока